Доброго всем утра! Я гуляю с Доберманом. Сегодня у нас тепло. Слава Богу, хотя я в жилетке. Хочу вам сказать, прям с самого утра, поблагодарить вас за то, что смотрите меня, за то, что мои видео вас трогают. Благодарю вас за комментарии. За хорошие и за плохие. Честно говоря, я не расстраиваюсь, когда пишут что-то плохое, пишут, что я старая. Сегодня прочитала один молодой человек, видать, молодой человек. Я буду говорить только о том, что я чувствую. Написал мне, что я давно не была в России. Так и написал. Можете там посмотреть, у меня есть комментарии, что значит и у меня сгнили мозги. Тетя, мне тебя жаль. И вот вы знаете, я ведь родилась в России. И вот как вы думаете, если бы вы, допустим, давно не были в России, такое прочитали, да? Вы живёте в другом, в другой стране, прожили всю жизнь. Вот как бы, например, вы отреагировали? Я могла пройти мимо. Знаете, я всегда людям отвечаю очень по-доброму, потому что я понимаю, если у человека тебя оскорбляет, это у него проблема, не у тебя. Ты в хорошем настроении, у тебя всё хорошо. И тут человек, допустим, что-то высказывает. Ему болит, не тебе. Это, значит, сразу идёт такое сочувствие. Ты думаешь, почему? Почему человеку больно? Почему он смотрит? Я его не приглашала на свой канал. Я ему не навязывала, в почтовый ящик не ложила. Он сам зашёл, да, посмотрел, и человек ответил агрессией. Почему так? Я думаю, потому что внутри у него это есть. И пусть меня простят те, кто сейчас меня смотрит и не понимает. Можете два-три раза пересмотреть. Но я хочу вам сказать, если идёт агрессия, это значит какой-то непорядок внутри у человека. Теперь, хотелось ли мне поехать на мою родину? Увидеть? Да. Да, потому что любой нормальный человек, он хочет увидеть то место, где он родился. Но сейчас в силу этих обстоятельств, которые сложились у нас в жизни, которые я не могу изменить. Естественно, для меня это табу, я не поеду. Но иметь представление, у меня моё представление слаживается от общения с людьми, которые оттуда. И вот если человек мне так написал, какое у меня может быть представление? Это агрессивность, это непонимание, это, наверное, в наименьшей мере, это неуважение к человеку, к другой Личности. Ты приходишь... Это непонимание приватности чего-то. То есть ты приходишь ко мне на канал, ты смотришь видео, в котором не было ничего плохого. Потому что моя цель показывать красоту, показывать мир. Может быть, не так показывать что-то не то, к чему мы привыкли, но доброе, чистое, светлое, как писал, хочется тёплого, да? Хочется тёплого, мирного, светлого. И вот, знаете, не нужно никуда ехать, нужно просто прочитать комментарии, и ты поймёшь, чем дышат люди. Всё. Всё. Это сказано. Возьмите любого классика, прочитайте, что он пишет. О народе. И вы можете... Не нужно вам тратить время, тратить средства и ехать туда, потому что всё ясно. Вот. И я этому человеку ответила, что спасибо, благодарю вас за комментарий. Мне просто вас жаль, потому что с таким неуважением относиться к человеку, которого ты не видел, который ничего тебе плохого не сделал, это просто... Просто... Не знаю. Неэтично, некрасиво. Дорогие друзья, вот смотрите, моему каналу больше пяти лет, да? Да, больше пяти лет. И я ни разу, ни разу в своём видео не призвала вас подписываться, лайкать. Хотелось бы мне этого. Ну, наверное, как всем блогерам бы хотелось, да? Но я ни разу не сказала лайкните, хотя от ваших лайков зависит, увидит моё видео много людей или нет. Это правда. И все, все, все пишут, все всегда говорят, сначала лайкните, как вам понравилось, напишите комментарий, да? А я не говорю такого. Вот я не такая, да, как все. Я это знаю. А потому что я даю вам право выбора. Если вам нравится, смотрите. Не нравится, не смотрите. Нравится, подписывайтесь. Не нравится, уйдите. Я живу и в моём, ну, я живу в свободной стране, я живу в моём сердце, свобода. Ich bin frei. Ich habe frei. Потому что я думаю, каждый человек имеет право выбора. Всё. И к радости или, допустим, к чести Германии вот именно она даёт вот это ощущение, здесь все люди очень добра, настроены к другому человеку очень по-доброму. Когда я сюда приехала, вы знаете, что я сама с Украины и знаете, какие обстоятельства привели, да? Я в своих видео это не повторяю. Вот. И я ощущала то, что от меня исходит вот это вот непринятие, такая, знаете, какая-то боль, агрессия. Но пожив здесь, ты понимаешь, что люди отвечают тебе добром. И ты постоянно, если что-то такое, ты постоянно говоришь, извините, извините. Если мне здесь наступят на ногу, я не буду человека ругать, я не буду. Я скажу, извините меня. Значит, я не так подошла, я не так поставила. И мы улыбнёмся друг к другу, и всё будет хорошо. здесь на удивление всё решается не конфликтом. Здесь всё решается дипломатией, общением, разговором. Раньше, когда я слышала о Германии, говорили, ну вот там все люди типа улыбаются, но они абсолютно думают о своём. Но вы знаете, наверное, отчасти это так. Но по идее мы же тоже, допустим, знакомы, мы же не знакомым людям, мы просто улыбаемся, мы же не начинаем их грузить своими проблемами, да, или что-то такое. Поэтому это, наверное, вполне нормально, сказать незнакомому человеку доброе утро, либо сказать добрый вечер, либо если ты видишь у человека не очень хорошо спросить, нужна ли вам моя помощь. Я хочу вам рассказать такой вот маленький-маленький эпизод. Я иду в школу, дождь, я иду с зонтиком, и идёт женщина, скорее всего, она китаяночка, она маленькая, вот, и дождь сильный, и я понимаю, что я уже как бы у меня по времени, у меня время рассчитано, да, то есть 15 минут до школы, тогда я я иду пешком, зонтиком, и я подхожу к ней, и понимаю, что я сейчас просто её накрою зонтиком, и у неё будет хорошее настроение. Одну секундочку, здесь собака. это собачка, такая прекрасная собака, и её прооперировали, вот, её прооперировали, и она очень хорошо садит и гуляет, она такая, как из-под боксёров, высокая, и вот она, а, у неё 38 килограмм, а у Эдички 5 килограмм, и вот они друзья, как они бегают, и я очень её любит, её зовут Лили, но сейчас она после операции, вчера сделали операцию, поэтому она как бы не резвится. Так, на чём я закончила, извините, и вот я беру и подставляю этот зонтик этой женщине, значит, я мокну, так полумокну, и она начинает улыбаться, то есть она такая шла, съёжившись, потому что, наверное, в её стране, там, где она жила, наверное, теплее, а у нас так было прохладно, дождь, ветер, и она такая счастливая, и она улыбается мне, я ей улыбаюсь, мы не разговариваем, я просто ей сказала, ну, поздоровались, да, и идём, и я говорю, вы, только так, показываю, вы в ту сторону, она, да, вот, и потом я ей сказала, говорю, слава Богу, думаю, она верит Бога или как, а она мне отвечает, слава Богу, и она говорит, я благодарна Богу, что вы мне помогли, я это понимаю, я говорю, а я благодарна Богу, за возможность вам помочь, и она мне помахала, показала мне сердечко, вот, и мне было так тепло, я пришла в школу вовремя, минута в минуту, но было так тепло, от того, что просто, вот так вот, знаете, просто это было тепло, и это здорово, любить весь мир, обнимать весь мир, Гутен Морген, я не знаю, сколько я проживу на этой земле, я не знаю, может быть, я действительно старая, но я могу прожить пять лет, а могу прожить год, могу прожить еще сорок лет, и дело не в том, сколько я проживу, а сколько я хорошего сделаю, сколько хороших слов скажу, сколько пройду мимо хамства, знаете, единственное, я не позволю себя оскорблять, не позволю, либо буду молиться за того человека, который это делает, потому что я уже в том возрасте, когда могу различать, где хорошо, где плохо, я еще работаю над тем, чтобы меня не можно было зацепить, но опять-таки, безразличной быть не получается, Морген, и в душе носить я тоже это не буду, вот я сейчас с вами поговорю, пойду, помолюсь дома, и все, и пожелаю всего хорошего, я пожелаю всем мира, радости, потому что если вы станете немножко добрее, если в вашу жизнь придет больше доброты, вы же будете лучше для всех, не только для себя, для окружающих, для вашей семьи, наша жизнь на этой земле краткосрочна, и почему-то люди стремятся не помочь, стать счастливее, а усложнить, знаете, как бы за счет другого выгородиться, я не беру эти войны, это ужасно, я не беру то, что мы не можем, может быть, изменить, но то, что мы все равно, на какой стороне, это каждый из нас знает, и даже если мы будем говорить там что-то, меня это не интересует, то это вранье, потому что любая ситуация, она откликается в нашей душе, и ты молодой человек, который, не зная меня, меня оскорбил, однажды это поймешь, если, конечно, ты человек, видишь, я почему-то говорю уже ты, да, ну, может, потому что все-таки мы уже немножко познакомились, да, я думаю, что ты бы не допустил, чтобы твою маму оскорбили, правда? Наверное, у тебя есть мама, я так думаю, мой сын никогда бы не оскорбил твою маму, это сто процентов, и мой сын сильный, умный, и самое главное, он воспитанный. Так, ладно, буду заканчивать. И хорошее настроение не покинет больше вас. Будем улыбаться, будем молиться друг о друге, будем желать друг другу добра, и тогда мир изменится. Сначала тот мир, который внутри нас, потом мир с нашими близкими, ну, а потом уже и большой, этот прекрасный мир, в котором мы живем. А мы живем в прекрасном мире. Посмотрите, как зелено, посмотрите, какая красота. И вот этот маленький-маленький собака-барабака, он же тоже хочет тепла, ласки, хочет моего хорошего настроения. Так и будет. Желаю всем мира, радости. Будьте счастливы.